Тременно физическая сила и все эти два наручники за неповиновение законным требованиям сотрудника понятия. Все, я вам все объяснил. Выходите за временем, выходите за временем. Выходите за временем, выходите за временем. Размите ваши вещи. Не, заявление мы сейчас дальше будем в отделе церкви. Просто чтобы участковый участковый будет принимать, правильно? Да, конечно. Проходим, проходим. Участковый, пойдемте. Участковый должен. Будет принимать? Давай. Владимир, можно будет здесь заявление? Нет, можно. Подписывайтесь. Возможно, negativity появились высоединить новости в пецидаре. З59 линейки. Предоставьте больше нет, почему за чертами для кого-то все это было Silence. Немножко представьте себя всю свою Ru smote. А что мешает здесь-то сделать это? Паппарат на стол закрыт, уже несколько раз. Давайте здесь, у полков по машине. А он на машине ехал? На улице что мешает? Пешеходы? Нет, пешеходы могут отказаться. Давайте я тоже, я представителю гражданин. У вас официально нет, у меня просто выезжает. ГПК Российской Федерации. Иное и другое. Давайте я с моим представителем. Отойдите, пожалуйста. От полной станции. Мне надо поговорить. Вы меня оказываете в этом правиле? Вы оказываете представителю проехать с вами? Правильно? Оказывайте, еще раз спрашиваю. Я еще раз говорю, я хочу сесть в салон и проехать с вами. Чтобы поддержать человека. Вы сейчас будете на него оказывать давление? Отойдите, пожалуйста, от патрульной машины. Вы мне скажите, отказывайтесь от патрульной машины. Вы мне скажите сначала. Вы отказываетесь от патрульной машины. Вам будет применена физическая сила без средства. Вы отказываетесь отойти. Почему? Я что, разве стою на машине? Да, вы мне мешаете. А ну смотри, как она тебе мешает? Тихо, 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 отойди. Смотри, что делают. Сидите, сидите. Сидите, сидите. Камикай лицом вообще. Ааа, блин! Не имею права хватать. Ааа! Да зачем сила-то, блин? Ну бери колену своей головы! Даем ноги подсерять. Я специально сильно затянусь. Ааа! Садись. Там, да. Тебе-то... Так вы граждане... Тойной себя ведут. Ну, что жены работают, держат работа с лабора. А вот, там, стало? Учис. Учис. Сие явления представляли. По курсовам столе. Учис. 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 Вежливо попросили, но невежливо отказали. Вам никто не мешал. Во всем. Мы все объяснили, все строго по закону. РБ, на свидетельство. Так, ребятушки, записываю видео в экстремном порядке. То, что вы сейчас увидели, как все, собственно, было. Антон Ядров пришел в ФМС. В отдел по вопросам миграции МВД России по городу Матищи. Для того, чтобы прописать свою супругу к себе в квартиру, то есть зарегистрировать. Там ей отказывали в регистрации на основании того, что у нее якобы изношенный паспорт. Но там все читается и все нормально видно. В итоге, в конце концов, паспортистка-подполковница призналась, что паспорт не изношен. И самое главное, у этой подполковницы где-то в шкафу стояла бутылка с шампанским. А от нее исходил, по словам Антона, сильный запах алкоголя. И он ей на это указал. Она, собственно, указала ему, что это от него, говорит, исходит запах алкоголя. И вызвала, собственно, на него наряд. Вот приехал участковый, Антон начал подавать ему заявление. И все шло хорошо. Участковый принимал устное заявление. То есть все нормально было. Пока, собственно, видимо, подполковница не отзвонилась начальнику третьего отдела полиции, ну или кому-то там. Потому что явно, что они все связаны. И к ним прислали наряд каких-то абсолютно неадекватных полицейских, которые начали требовать покинуть это прекрасное заведение. Ну, собственно, они спросили, а что же так, а как же заявление? Мы им сказали, что допишите в отделе. Они вышли из-за пункта по вопросам миграции, да? И тут же Антона запихнули в машину. Антон просит, слушайте, надо защитника моего, вот там Павел, тупой комяк канал, да? К нему приехал на помощь в этот пункт ФМС. Посадите его со мной, пусть со мной едет, там напишем заявление, все дела. Нужен же представитель мне, да, как вы меня затолкали в машину и увозите. И Павел говорит, ну, пустите меня в машину, я представитель его. Ну, и дальше, собственно, все, что вы видели, да? При этом то, что им вменяют, именно отказ выхода, ну, по статье 19.3 были составлены протоколы. Далее, собственно, в отношении них применена грубая физическая сила. Обратите внимание, тупого комяка Павла Цибуляка положили лицом в лужу, наступили ему на голову и надели наручники и запихнули в багажник, как мешок с картошкой, и увезли. Вот, в отдел полиции, сначала там в больницу, потом в отдел полиции. Оказалось, что они трезвые, оба. Сюрприз, да? Вот, обычно люди пьяные, наверное, в пункт полиции по вопросам миграции ходят, да? А тут трезвые. Вот. Ну, и, собственно, дальше Павла Камяка еще избили в отделе полиции за то, что он, собственно, был такой дерзкий, да? Что посмел, посмел пререкаться с полицейскими. Ух, жестокое преступление. В общем, на них обоих составили 19.3. Сейчас Антон Ядров находится в больнице со вчерашнего дня. Ему три часа, три часа вызывали скорую. Скорая не ехала. Был подслушан разговор полицейских о том, что хрен ему, а не скорая. Вот. И пока он там реально, извините за выражение, не наблевал, да? Ему скорая не приехала, да? Потом только приехала скорая, его забрали в больницу, с горем пополам госпитализировали его. А в эти минуты сейчас, сейчас у нас 13 часов, 18 февраля 2019 года. Сейчас к нему подходит в палату врач, у него палата с решетками. Там два человека конвойных, у административно задержанного, не уголовник никакой, административно задержанный. Представьте? Конвой полицейский и решетки на это самое, закрывается палатка на решеток. Подходит к нему врач какой-то, перешептывается с полицейскими. И говорит, все, мы тебя выписываем. А у него задержание до 16 тысяч часов. И, соответственно, его сейчас повезут. Все, кто есть, все, кто смотрит это видео, уже все активисты выдвинулись туда. Сейчас я тоже туда поеду. И все неравнодушные граждане, кто увидит это видео, ну, раньше, сегодня, да? Те тоже выдвигаетесь. Матичинский городской суд. Матичинский городской суд. Колонцово, 15. Вдвигайтесь все туда. Обязательно будет продолжение этой истории. Подпишитесь на канал. Поставьте лайк этому видео. Распространяйте это видео в соцсетях. Нужно, чтобы как можно больше людей узнало об этом беспределе. Чуть позже, чуть позже напишем обращение. Оно будет по ссылке в описании. Чуть позже выложим полную версию событий. Пока только короткая. Все, спешим. Надо вытаскивать человека из заключения, да? Все. Всем удачи, всем пока. Борейте за свои права. Борейте за свои права.